Доброе утро всем! Моя благодарность пастору Сергею за приглашение. Он несколько лет назад приглашал, не получилось, и вот сегодня я здесь. Спасибо огромное за приглашение. Привет большой от моей семьи, от церкви, Слово жизни города Тбилиси. Большой привет от батумцев, мне сказали, обязательно передай привет из Батуми. Я не знаю, здесь сидят или нет грузинскоговорящие, так скажем. Моге салме битсухой лас, карту лебо, упал ма гакурт ход, карги кэни тро дгэстакахарт. Асэ ввинц телеэкране бисцин, ту интернетчик выкуребен, кой лас упал ма гакурт ход, да, нумо шорде битэкране бисцин, швен ерик, невадгэванелим сахуреба. Амэн! Я на грузинском лучше говорю вообще-то, и конспекты тоже у меня на грузинском. Я увидел, что депрессия не только у нас, и здесь тоже атакуют. Говорят, что от уровня жизни бывает, что вот, когда уровень жизни маленький, низкий. Но я думаю, что не имеет значения, какой уровень жизни. Бог создал человека из праха земного, из грязи, и вдунул себя, и когда часть себя этот грязь получил, стал человеком. Убери от человека, Бога, и что останется? Конечно, грязь, и иногда чувствуем этот грязь, иногда плохо нам. Но знаете, если я хороший грязь, есть шанс, если получу хорошую семью внутри, что-то произрастет, да. Здесь вижу елгавцев, они родные для меня, мы вместе учились в Елгаве 23 года назад, и всем привет, кого знаю и близко не знаю. Когда прославление шло, думал, может тему поменять, может тему поменять. Но когда пастор Сергей вышел и от завесы начал говорить, я понял, что правильно, правильную тему выбрал. И начну от Марка, 12 глава, с 28 стиха до 34. «И всем разумением твоим, и всей крепостью твоей, вот первая заповедь, вторая, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя, иной больших всех заповедей нет». Книжник сказал ему, «Хорошо, учитель, истину сказал ты, что один из Бога нет иного, кроме его, и любить его всем сердцем, и всем умом, и всей душой, и всей крепостью, и любить ближнего, как самого себя, и есть больше всех всесожжений и жертв». Иисус, видя, что он разумно отвечал, сказал ему, «Недалеко ты от Царства Божьего». После того никто уже не смел спрашивать его. Очень хорошая история. Знаете, мы видим, что книжник слушает, как спорят с Иисусом. Мы должны понять, что для книжника не бывает отдельной какой-то заповедь, первой или последней, потому что закон нестелостная система. Закон нестелостный, и нельзя было его разделять. Но когда он слышал, как отвечал Иисус, он заинтересовался. Что-то задело этого человека, и у него вопросы появились. Потому что можно сказать, что он был экспертом в законе, но он увидел в Иисусе Христе больше, чем религиозность просто. Люди должны в нас тоже видеть больше, чем просто религиозного человека. Они должны интересоваться нами, как мы говорим, как мы отвечаем, как мы рассуждаем. И знаете, он задает вопрос. В законе, какой из первых, самый большой и первый заповедь, какой? Можно и вам задать этот вопрос. Как вы думаете, от слова Иисуса, что первое из всех заповедей? В визе говорят, любить Бога. И, наверное, вы тоже так думаете. Но неужели заповедь может заставлять человека любить Бога? Неужели заповедь может заставлять нас любить? По заповедям невозможно возлюбить Господа всем сердцем, умом и крепостью, чтобы служить Его. По заповедям невозможно любить. И потому ты тоже не заставляй никого возлюбить. Надо любить Бога, надо в церковь ходить, надо, надо. Невозможно. Потому что заповеди, по заповедям невозможно даже собственную жену любить. И детей. Можно сказать, ну, надо любить жену. Все знают, что надо. Когда дети не слушаются, нас раздражают. И как они одеваются, даже как они едят. Потому что по заповедям мы знаем, что надо любить. Но не можем. Невозможно. Заповедь не заставит никого любить. А тогда, почему мы навязываем заповеди людям? Надо. Что Иисус говорил? Что первое из всех заповедей? Он сказал так. И отвечал Ему. Первое из всех заповедей. Слушай, Израиль. Господь Бог нашел. Господь единый. Другими словами, Иисус говорил. Слушай, Израиль. Ты должен знать своего Бога. Он есть Бог единый. Ты сам должен понять. Ты сам должен встретиться с Господом. Ты должен иметь встречу с Богом. И когда ты встретишься с Богом. Когда Он прикоснется к тебе. Тогда сможешь возлюбить всем сердцем, умом и крепостью. Знаете, я могу напомнить вас. Девяностое годы. Девяностое годы. Никто никого не заставлял. Ходи. Церковь. Проповедуй людям. Люди каялись. И сами знали. Потому что они не могли по-другому. Они проповедовали. Они ходили. Не знаю, как здесь. Но у нас километрами пешком ходили. Потому что не было транспорта. Не было денег на транспорт. И не было у людей обувь нормальная. Но все равно часами ходили. Еще электроэнергии не было у нас. Ни трамвай, ни метро. Иногда пешком приходилось километрами. Людям ходить, чтобы на собрание попасть. Знаете, почему? Они прикасались к Богу. Они имели личную встречу с Господом. И они получали способность любить всем сердцем и душой. И крепостью своей. Знаете, когда мне исполнилось 17 лет. Я думал, что я могу еще попробовать в жизни. Я не имел представления, что есть что-то еще другое в жизни. Я думал, если в 2000 году Христос вернется, я все попробовал. Даже если умру нормально 30 лет, хоть одну треть же прожил бы. Знаете, мне через два месяца 44 будет. И я думаю, что как хорошо, что в 30 лет я не ушел из этого мира. ничего не заставил бы мне прийти в церковь. Я не мог бы сам бросить все, потому что не было грехов, которые я не пробовал, и ни чем не жил бы в то время. если Бог не прикоснулся бы, я не смог бы освободиться. я не смог бы учиться даже после уверенности, через 4 месяца я попал в библиейском школе в Латвии. последние 5 лет я был на учете в полиции. Из-за меня моего отца из доска почета сняли, потому что он был хорошим работником, и из-за меня сняли его фотографию. Сказали, у тебя такой и такой сын. Меня ничего не смог бы изменить, если бы Иисус не встретил бы 24 года назад. Другими словами Иисус говорил, самая первая или самая большая заповедь, слушай, познай Бога, и в тебе будет расти любовь Божия. Ты получишь способность любить. У нас в церкви я заметил одно. Молодежь, которые попадают на ночных молитвах и молятся целую ночь с нами. Знаете, в воскресенье никто не говорит им, что делать. Но кто-то воду меняет, приносит, ставит. Кто-то в ашерах стоит. Никто не говорил. До этого они не хотели на собрание даже ходить и утром просыпаться. Из-за этого мы 3 часа назначили для них собрание. Но видим, что уже в утренном собрании приходят и помогают во всем. Знаете почему? Они встретились с Богом. Сейчас мы заставляем людям служи Господу, и Он благословит твой хлеб и вино или воду. Служи, служи. И не хотят служить. Для молодых придумываем. Не мы, конечно, мы слышали, что есть такие мероприятия. Христианская дискотека. Чтобы они танцевали, чтобы в миру не пошли на дискотеку и там не танцевали. Знаете, в церковь, где я покаялся, там если даже ногой так стучал, говорю, вот-вот-вот, танцевал. И я готов был в жизни не танцевать, лишь бы от Бога не уйти. А сейчас мы танцы предлагаем и, не знаю, лишь бы удержать. Но проблема в том, что они не прикасаются к Богу. Они должны получить способность от Бога возлюбиться. Потому что, когда человек встречается с Богом, трудно не любить тогда Бога всем сердцем, умом и крепостью своей. И похожая заповедь возлюбить ближнего твоего, как самого себя. Если с Богом не встретишься, посмотри налево и направо и увидишь, что нелегко их любить. Может, в Америке легко, но у нас нелегко всех любить. Если нету встречи с Богом. Знаете, почему бывают проблемы у людей? С другими. Потому что с Богом не встречаются. Если они встретились бы с Господом, они получили бы способность возлюбить. Возлюбить, как самого себя. Помните 1 Иоанна? Иоанн говорит такие слова. Если кто-то говорит, что я встретился с Господом. Другими словами, ну, как написано, я имею общение с Богом. То есть, Бог со мной говорит. Я встречаюсь с Богом. Он дает мне тему для проповеди. Вот это откровение тоже он дал. Если человек говорит так, а брата своего ненавидит, он лжец говорит. Как Иоанн понял, что человек изливает хорошую проповедь, говорит очень хорошие слова, говорит, что Бог дал тему, а Иоанн говорит, нет, он врет. Доказательство для Иоанна, что он встречался с Богом, была любовь к своим братьям. Потому что не может быть, что человек встречался с Господом, и он не получил бы способность любить. Просто, может быть, он где-то прочел это откровение. Может, от кого-то услышал, но он точно не встречался с Господом. Потому что если человек встречается, он меняется. Он может любить как самого себя. В 2001 году у нас было гонение в церкви. Был один священник, который приходил и гнал всех. И избивали, и так далее. И в один день к нам тоже заглянули, двумя автобусами пришли. Это было 23 декабря. И когда они зашли в зал и начали сразу избиваться, народ сперва не понял, думал, что мы какую-то рождественскую стенку поставили. все, все, что возможно было разбить, разбили. Все, что можно было унести, аппаратуру они унесли. Избили людей. Тогда одна сестра была лидером прославления. Четыре мужика так избили, что сотрясение мозга было сразу. мы повезли ее в больнице и нам не дали документ, что у нее сотрясение мозга. Потому что они поняли, что мы откуда и говорят, вы будете использовать против этого священника и мы не дадим. Знаете, никто рядом с нами не стоял, никто не ободрял. Все международные организации были закрыты, потому что Рождество. Все посольства отдыхают. по телевизору показывают еще. И давление такое, думая, что весь мир против тебя. И знаете, ночью как-то я заснул. Я-то заснул, но мозги работают. И я не могу успокоиться. Я вспоминаю все эти кадры, как они зашли, как они избивали, как все происходило. и знаете, как они мыслили. Я думаю, утром проснусь и пойду и скажу, войну хотели, получите войну. Я был готов. Для меня не трудно было достать что-нибудь и закинуть в этот храм. утром проснулся. Я думал, если у меня посещают такие мысли, я понимаю, люди в каком состоянии. И я объявил пост и молитву. Перед Новым годом, после этого, 12 лет, мы каждый год трехдневную пост и молитву держим. И знаете, где-то 70 человек собрался на ночную молитву. Мы начали молиться. Я просто не мог ничего говорить. Я просто начал плакать, каяться, говорю, кого спасать, Господь? Я готов убивать. мне не хочется спасать. Я хочу просто мстить и уста не открывалось, что благословить этого священника. Но знаете, в этой молитве были и наблюдатели, конечно, как я буду поступать. Куда мы идем? Что будет завтрашнего дня? но мы имели встречу с Господом. Мы благословляли этого священника. Мы каялись, что мы ненавидели его. И знаете, что-то случилось. Там была одна женщина, которая не из нашей церкви. Она где-то в заблуждение ходила и просто когда узнала, что у нас случилось, она пришла и целую ночь с нами провела наблюдение и молитвы. Она тоже как могла, так и молилась. И в конце она сказала, чтобы вы имели здание собственное, я жертвую 500 долларов. 500 долларов тогда нормальные деньги были, никто не жертвовал так. Это первая большая сумма была, можно сказать, в истории нашей церкви тогда. Сегодня нету здесь, по-моему, Павел Сидниев. Я его лично не знал тогда. Не знаю, может быть, из церкви кто-то участвовал, и хочу поблагодарить, потому что я не знаю, откуда они узнали, что у нас произошло, и в Москву мне передали 5000 долларов, говорят, мы собрали в Америке, так что ваша часть тоже есть в нашем здании. Добро пожаловать всегда, когда захотите. И знаете, что-то открылось тогда. Мы получили способность и любить, и продолжить служение. Знаете, люди ожидали, что за реакция будет у нас, но мы продолжали любить, мы продолжали служить Богу. Знаете, люди часто смотрят, как мы будем поступать. Как фарисеи, вот ученики прошли по полю, там собрали хлеб и начали есть. Но заповеди говорили, они грешные, они неправильные люди, нарушают заповедь. Часто мы так обсуждаем, вот знаем заранее, у нас тоже свои заповеди. Может, не замечали, но мы создали свои заповеди, человека видим и сразу определяем. Но он не может быть от Бога, он от Бога, как будто у нас стоит как баромет помазание у кого сколько. Даже одну вещь скажу. Знаете, часто постаро почему говорят и проповедники, а ну поднимем руки. как-то это секрет просто. Мы думаем, что если люди руки не поднимают, что-то ну атмосферы нету такого духовного. Если руки подняли, все, готова уже атмосфера, можно проповедовать. я не говорю, что не надо поощрять людей руки поднимать. Ну просто они должны почему поднимают. Они сами должны хотеть поднимать руки перед Богом. В церквях есть люди, которые постоянно вопросы задают. Что не говори, обратный связь вопросов. И думаешь, кто это бунтар вообще? не дает покоя. А кто-то вовремя приходит, вовремя уходит, вопросов нету никогда и говорим, вот верный человек, откуда ты знаешь, что верный? У этого хоть знаешь, какие мысли? У него-то нету вообще самовыражения никакого. часто мы тоже своими заповедями определяем все. И к Богу не приходим, что Боже, как будет в этом вопросе? Потому что мы же все знаем, у нас есть заповеди, по нашим заповедям ходим. Господь, ты знаешь, что я был прав. Не буду покаяться, пускай приходит покаяться. Но если ты придешь Богу и скажешь, Бог, что ты думаешь? Он же не прав. Знаете, Бог что скажет? Иди возлюби. Скажи, может, ты не согласен с Ним, но скажи, я не буду сдаваться, буду продолжать любить себя, но мы не хотим этого. Знаете, часто говорим, приближайся к Богу, приходи в присутствие. Да, надо познать Бога, надо прийти, но знаете, опасно приходить в присутствие Божьем. Опасно приближаться к Богу, потому что Бог может сказать такое, что тебе не понравится. Вот почему не приходим в молитвы. Я в свое время знал, что мне надо в одну деревню идти. Я в столице родился, в центре города, а я не хотел. И начались у меня проблемы. И в один день я специально не молился насчет этого вопроса. Я знал, что Бог скажет. Но потом вынужденно я сказал, Господь, что мне сделать? И когда мне Бог проговорил, для меня не было проблем жить в деревне, одевать колоши и ходить. Я год и десять месяцев провел там. Начал церковь и вернулся в Тбилиси и обратно. У меня в церковь одна женщина подошла и сказала, два месяца уже не молюсь. Почему? У нее была зять, которая заложила квартиру, заложили квартиру вместе, там какая-то махинация была, не знаю, и через несколько месяцев они потеряли квартиру, остались без квартиры. Она вдова проклинула своего зятя. Продолжала в церковь ходить. Не молюсь. Я говорю, почему? Я знаю, что Бог скажет, что возлюбиться, а я ненавижу и не хочу молиться, говорит. Знаете, почему не хотела? Если Бог сказал бы, что возлюби, она получила бы способность и любить, но просто она не хотела иметь эту способность любить своего зятя. Вот почему часто мы не молимся, почему закрываем какие-то сферы нашей жизни перед Богом, потому что знаем, Бог может сказать, оставь все и переезжай, или пожертвуй все, а мы не хотим. Да, хорошо приближаться к Богу, но опасно. Вот потому, когда Бог призвал Израиль, что говорит Библия? Бог сказал, я спас вас ради себя, чтобы привлечь к себе. Но люди говорили, нам землю давай, ты же землю обещал. вот Моисей зарплату получает от нас, пускай встречается с тобой, а нам землю давай. Знаете, ничего не изменилось. Сегодня, кто служит в служении, люди думают, пускай они встречаются с Богом, пускай они проводят время с Богом, а нам, Господь, землю, новые машины, наш уголок, давай, ты же обещал. Мы присутствие Божие поменяли в вещах и ищем обетование, но не Бога. Мы требуем от Бога благословения, но не хотим приближаться. И пастору говорим, пастор, ты встречайся, ты услышишь от Него, а мы будем слушать тебя, но смотри походу, хорошие вещи получай от Бога, а то вообще уйдем. Что приятно было слушать. народ 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 не хотел и Бог взял и одно колено видели левитов и сказал, вам не даю я удел на этой земле, ваш удел это я, и все, что они будут искать остальные, вы будете получать. У вас будет все, в чем вы нуждаетесь. Ваш удел на этой земле нету, не ищите там, ищите меня. И все увидят, те, которые встречаются со мной, те, которые служат мне, они получают благословение. Но почему-то мы все равно ищем наш уголок, нашу машину, мы все левиты перед Богом, и священники. Бог не хотел просто землю отдать Израилю маленький участок. Бог хотел дать всю землю. Израиль просто был дверью для евреев. И до сих пор Бог говорит ищите прежде Царство Божье и остальное. Все приложится. Идите до краев земли и я с вами благословлю. А где это край земли? Это не Америка. Край земли, кто знает где край земли? Край земли это откуда солнце поднимается? Да, они центр мира. Откуда солнце поднимается? Другими словами, если ты будешь идти в край земли, ты сделаешь круг и вернешься там, откуда начал стартовать. Край земли это вся земля. Бог хочет до сих пор дать нам всю землю и говорит не ищите землю, ищите меня и по всей земле я буду благословлять вас. Когда мы встречаемся с Богом, мы меняемся. Знаете, наши города, наши улицы не нуждаются в заповедях, что надо, 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 они нуждаются в присутствии Божьем, которые ты должен нести после того, как дома встречаться с Богом. Мы убрали жертвенники из наших домов. Мы не встречаемся больше с Богом, мы не находим время для Него. Пробуждение начнется, когда мы верующие будем нести помазание присутствия Божьем, потому что этот город и вся страна и весь мир нуждаются в присутствии Божьем, только присутствие Божьем меняет человека. Однажды Янгичо рассказывал в одном собрании, он рассказал так, говорит, один раз ночью проснулся от того, что моя жена храпела, ужасно. Ну, на большом стадионе думал, что он говорит, и говорит, я вышел в другую комнату, начал молиться, и в это время Бог пришел, и говорит, у нас было чудесное время, я прикоснулся Богу, и после, говорит, я не знаю, сколько мы, я провел, говорит, молитвы время, я захожу в спальню, и моя жена так прекрасно храпела, что я лег и заснул, она не перестала храпеть, просто уже очень приятный был этот звук. Не люди меняются вокруг нас, когда мы с Богом встречаемся, просто мы меняемся, потому легко после встречи с Господом любить людей, легко потом возлюбить, как самого себя. Помните, Моисей пришел перед Богом, из-за того, что народ требовал воды. Все ожидают он встретиться с Богом, и мы поймем, Бог что думает о нас, он настроение или нет, он продолжает любить нас или нет, и Моисей выходит и говорит, вам я должен дать воду, вы всегда недовольны, надоели уже, бьет с коленей, и Бог говорит, из-за того, что ты не показал мою святость перед народом, не войдешь. Другими словами, народ ожидал, что скажет Бог, и поведение Моисея было таким, что они поняли, что ого, Бог злой на нас, Бога разозлили, Он готов, наверное, проклинать нас, а Бог продолжал любить свой народ, ненавидит. Если кого-то ты ненавидишь, это не значит, что Бог тоже ненавидит. Сколько раз было так, что Бог говорил, иди им, поговорим, а мы избивали. Не было так. Ну, мы, походу, и говорили, но, когда поняли, что человек слушает, потом, чтобы нам легче стало, все равно бьем. Знаете, если это истина была для Моисея, почему думаем, что для нас не истина? Вот потому говорят часто мужья, женам, этому учат тебя в церкви, или кто-то у вас Бог этого учит, потому что они ожидают, что мы будем нести Его славу, Его присутствие, и через нас они поймут Бога и увидят Божью милость и благодать. По-другому невозможно увидеть Бога. Пастор открыл сегодня собрание, сказал, что заверца разорвалась, и все могут прийти в присутствие Божьем. Каждый человек, каждый верующий может прикоснуться к Богу сегодня. Каждый из нас может встретиться с Богом и получить способность любить Бога и служить. «Бенехин» Знаете, что делает Бенихин? Он людей берет в поклонение и приводит в присутствие Божьем, чтобы они с Богом встретились. Потому что он знает, что если с Богом встретиться, не надо даже руки возлагать, они получат способность исцелиться, освободиться и так далее, и так далее. Наш ответ, потому Иисус говорил, первое, если это первое, значит, в нашей жизни должен стоять на первом месте. Первое из всех заповедей. Лично познакомься с Господом. Лично встретиться с Господом. Прикасайся к Богу, познай, кто Он такой. Для тебя. И ты получишь способность любить, служить и Бога, и людей. Давайте встанем. Прославление может выйти. Я хочу, чтобы сегодня мы... Знаете, как происходит прикосновение с Богом? Когда мы открываем наши сердца и задаем вопросы Богу. Да, мы много чего знаем. И потому не спрашиваем Бога. Но не волнуйся. Бог знает все, что у тебя кипит в сердце. Говори с Богом. Открывай свое сердце. Не надо на языках молиться сейчас. Просто говори, что у тебя в сердце. Открывай свое сердце. Даже муж и жена, когда имеют проблемы, молитва не поможет. Просто надо сесть и открыть сердце. И говорить. И когда сердце прикасается к сердцу, чувства возвращаются. Мы меняемся. И получаем способность любить. Любить как самого себя. Давайте перед Богом. Или если хотите особенно помолиться за вас. Кто долго не приходил к Богу. Может, ты веришь в Бога. И давно ты веришь. Может, давно не читал ни Библию, ни молился. И думаешь, что ты отступник. Или что-то не в порядке в твоей жизни. И хочешь, чтобы заново Бог прикоснулся. Выходи и помолимся особенно для тебя. Если есть такие, которые нуждаются в прикосновении. Если не можешь прощать. Может, обидели. И не можешь прощать с людям. Для тебя ответ тоже. Прикасайся к Богу. Прикасайся к Богу. Открывай свое сердце перед Богом. Говори Богу. Халлелуйя. 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 Знаете, надо иметь смелость, чтобы выходить. Нелегко выходить, чтобы другие увидели, что подумают, что я отступник, что ли. Или что подумают, что я не молюсь дома. Не волнуйся. Кто что скажет. Если хочешь, чтобы возобновить соотношение с Богом, выходи. Говори Богу. Свою Богу. Рассказывай, что у тебя в сердце. Халлелуйя. Халлелуйя. аллилуйя блэшин так рыба андо глорио лэмбра кота роба башин дала бахарьи аллилуйя господь мы благодарим что и открыл путь к себе каждый из нас каждый человек на этом месте может встретиться с тобой и те которые перед компьютером могут про почувствовать твое присутствие господь прикоснись прикоснись сегодня я висим пускай они встретятся с тобой пускай получат способность любить всем сердцем всей душой всей крепостью своей ты не закрываешь пусть господь к себе и не прячься от нас если мы захотим мы можем прикоснуться если мы захотим мы найдем тебя господь я благодарю что ты даешь способность прощать ты даешь способность любить мы благодарим мы благодарим господь мы благодарим за твою жертву мы благодарим что сегодня имеем возможность прикоснуться аллилуйя либо кроба шин дала бахая лэбра кота лоба башин токара лама хай лэмбра кота лоба башин ток работе аллилуйя господь мы получаем способность исцелиться в твоем присутствии исцели господь кто нуждается в исцелении кто нуждается в исцелении тела души пусть исцелиться господь сегодня прикоснись прикоснись господь своей любовью прикоснись полны лэмбра считала махая лэмбра кота лоба башин токара лама хилом рожанта калория лама лэмбра кота лоба баши так рама ханда гладия аллилуйя аллилуйя тишине а 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 и а а а а а и И залью Тебе, отдаю Тебе сердце на себя, Ты мой верный друг, люблю Тебя. Я хочу прикоснуться к Тебе, Иисус, И слова любви, нежные слова. А свет наросла, потекут из маленьких, Пусть коснутся Тебя, дорогой мой Иисус. Я хочу прикоснуться к Тебе, Иисус, И слова любви, нежные слова. А свет наросла, потекут из маленьких, Пусть коснутся Тебя, дорогой мой Иисус. Не смотри никуда, просто просирайся к Богу, молись Богу, открывай свое сердце. Аллилуйя, Господь наполняет Твоим присутствием. Эти сердца, эти сосуды, Господь, наполняет своим присутствием. Чтобы они несли, несли Твое присутствие этому миру. Аллилуйя, 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 Пусть изливается Твое благодать на этом месте, Твое присутствие, Господь. О, Аллилуйя, Аллилуйя, этот город нуждается Твое присутствие. Эти улицы нуждаются, Господь, Твое присутствие. Пусть несут, Господь, несут Твое присутствие. Мы говорим, исцеление во имя Иисуса Христа. Восстановление. Пусть Твой Дух, Господь, прикоснется и будут нести Твою славу. Твою славу, Господь. Иисус, наполняй эти люди, наполняй эту церковь. Пусть они станут носителями Твоего присутствия везде. Иисус, коснулся Тебя, дорогой мой Иисус. Аллилуйя, Иисус, я хотела брошу на тяжестах. «Ищупольчик» Иисус, savedüh дасты. А текут и спают, Пусть коснутся Тебя, Дорогой мой Иисус. Я хочу прикоснуться к Тебе, Иисус, И слова рви, нежные слова, Как стыдка роса потекут из моих уст, Пусть коснутся Тебя, Дорогой мой Иисус. Господь, если есть те люди, которые устали угождать Тебя по заповедям, проговори, потому что Ты любил их тогда, когда они были грешниками, и они своими поступками не могут заставлять Тебя любить, Ты и так любишь их. Дай откровение, Господь, чтобы они не старались своими делами угождать себя, а просто искали Твое присутствие, успокоились в своем душе и искали Твое присутствие. Ты нас любил, Господь, когда мы были грешниками, когда мы грешили. И Ты не изменился, и нету в тени перемен в Тебе. Мы благодарим за эту любовь. Мы благодарны, что Ты не отверг нас. Когда мы перестали общаться с Тобой, Твоя любовь все равно не менялся. Мы благодарим за эту любовь. Успокой, Господь, Тебе, каждую душу, что Ты возлюбил вечной любовью. и не имеет значения, что они чувствуют, что они переживают. Ты не бросали и не отвергал. Освободи. Освободи, Господь. Каждую, кто устал, кто несет бремена, освободи. Наполняй своим миром. Мы благодарны. Мы благодарны, Господь, за Твое присутствие на этом месте, за Дух Твой. Мы благодарны, что Ты есть свят. Ты отделен от всех. Нету подобного Тебе. Потому что Ты свят. Только Ты один был заклан для нас. Только Ты один возлюбил нас. Мы благодарны, Господь. Ты свят, Тебе. Тебе. Ты один